Сягин, здравствуйте. Через несколько минут поговорим о проекте, который помогает людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Называется он «Кризисная квартира». Подробнее об этом поговорим. Затем интервью в записи Кристины Олежко в фестивале «Наука» в открытом доступе. Прямо сейчас будем говорить об антикризисной квартире, о кризисной квартире. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 200, ровно 2519. Звоните, задавайте вопросы, участвуйте в разговоре. Я представляю нашу гостью. Это одна из организаторов благотворительного фонда Валерия Елизарова. Здравствуйте, Валерия. Начнем с самого начала. Что же такое кризисная квартира? Кризисная квартира на самом деле это убежище для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это женщины с детьми и беременные женщины, которые нуждаются в помощи на какой-то период времени от одного часа до полугода. Там они проживают этот период, получают социальное сопровождение и выходят потом в самостоятельную жизнь, решив свои проблемы. Людей же, которые попадают в различные сложные ситуации, на самом деле очень много. Мы об этом знаем. И значит ли это, что квартира переполнена? Как много на сегодняшний день там находится человек? Сегодня это существуют две квартиры. Одна из них реализуется в рамках гранта президента РФ, где мы являемся благотворительным фондом «Мамины руки» соисполнителем. Грант выигран храмом Иокима и Анны, это Ростовская надону епархия. И вторая квартира непосредственно реализуется, этот проект, нашим фондом. Сегодня там проживают четыре семьи. И каждый раз, когда семья выходит из сложной ситуации, то пустой она квартира, это естественно не остается. В данном случае спрос немного превышает предложение, потому что в городе Ростове-на-Дону аналогичных проектов нет. В день поступает практически от десяти звонков с просьбой помочь. И не всегда люди понимают, что какая помощь им нужна, они оказываются в кризисе и звонят с надеждой просто каким-то образом решить свои проблемы. Сначала мы диагностируем ситуацию для того, чтобы понять, во-первых, ресурсы этой семьи, во-вторых, выяснить истинность заявляемой проблемы. Ну и в-третьих, посмотреть, насколько наши ресурсы помогут эту проблему решить. Нередко бывает так, когда, например, конфликт с родственниками, которые проживают в одном периметре, является поводом девочки обратиться к нам. И в результате нашего общения мы понимаем, что здесь нужен скорее психолог для того, чтобы восстановить эти отношения, а не квартира для того, чтобы семью полностью разорвать. Приходится ли отказывать по каким-то причинам? И в основном по каким причинам? Наверное, многие хотят воспользоваться в том числе вот такой помощью, хотя не имея особого. Поняла. На самом деле, несмотря на то, что наш проект является низкопороговым, то есть мы не требуем огромное количество документов, обязательная регистрация, но это всегда флюорограмма и уже на этом уровне некоторые семьи отсеиваются, потому что оказывается, что они вынуждены получать медицинскую помощь в условиях стационара. То есть к нам, попадая к нам, обязательно проходят несколько ступеней. Первое – это выяснение ситуации непосредственно. Второе – это вот медицинская справка о том, что с флюорографией все в порядке, потому что у нас там дети, мамы и дети в одной квартире находятся. И третье – это программа реабилитации, которую мы вместе с семьей разрабатываем для того, чтобы понять, насколько этот процесс затягивается. И делаем максимум шагов к тому, чтобы из этой ситуации выйти и дать семье продолжить жить самостоятельно, не опираясь уже на какие-то, конечно, благотворительную помощь они могут продолжать получать и дальше. Ну, это в виде одежды, продуктов питания, консультации узкоспециализированных, квалифицированных специалистов, но уже работая, определяя детей в садик, получая льготу, положенную им от государства. Ну, это вот такие моменты. А где, правда, где ложь? Приходится разбираться в таких? Конечно. Для этого, как первых, не всегда ложь бывает сознательной. То есть, вот как я сказала, например, конфликты с родственниками и вот на этом пике эмоционального такого вот надрыва, скажем, когда люди видят единственным выходом уйти из дома, где они проживают, в этом случае мы занимаемся тем, что помогаем восстановить вот эти социальные связи и укрепить их через работу психологов, через работу юрисконсультов, потому что нередко, когда две семьи не могут ужиться, есть вариант квартиру разменять, если они там законом имеют право это сделать. То есть, мы сопровождаем так. И к нам попадают только те семьи, у которых действительно нет выхода. Мы начали эту деятельность в 2014 году. Впервые с Храмом всех святых, это Халтуринский 103, мы выиграли конкурс «Православная инициатива» и начали осуществлять вот эту деятельность. То есть, тогда мы нарабатывали опыт и смотрели, и более того, ошибались, конечно же. Теперь мы для себя понимаем, что убежище нужно в тех случаях, когда это жестокое обращение. То есть, действительно, даже если квартира у этой девочки есть, но она там не в безопасности, ее детям тоже угрожает опасность. Вот в этот момент мы можем идентифицировать как кризис и дать возможность спастись, укрыться. Также это может быть, если, например, какие-то такие стихийные бедствия. Дом сгорел. Такая ситуация у нас была. Многодетная семья сгорел дом. Конечно же, они получили жилье, которое им полагается по закону, но здесь и сейчас они оказались вот на улице. Поэтому срок пребывания может зависеть от одного часа и до полугода индивидуально. Потому что также могут приехать, например, за такой семьей родители откуда-то из области, но им на это нужно какое-то время. Поэтому эта квартира именно, вот поэтому называется кризисная. Ну, наверное, давайте послушаем, что говорят люди, которые действительно попадают в эти квартиры кризисные. У нас на связи девушка. Давайте ее послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Мы говорим о кризисной квартире. И вот так понимаю, что вы тоже находитесь в этой квартире сегодня, правильно? Да, я сейчас проживаю на кризисной квартире. Меня зовут Мария Сергеевна. Мария Сергеевна, расскажите, вот с какой сложностью в жизни вы столкнулись? Почему вы оказались в этой квартире и как это было? Дело в том, что некоторые мужчины, в частности мой бывший муж, стали здравоупотреблять родительскими правами и моими гражданскими правами. То есть он периодически устраивал скандалы для того, чтобы разогреться и потом применить насилие. То есть, ну как, побить, что, потолкать, поколотить по-настоящему. То есть и это все было при детях. То есть он не стеснялся детей, что они, вот как я говорю, я буду делать так, чтобы их так же научить поступать. То есть он не задумался о том, что он носит им травму, на то, что как бы это противоправно вообще из такого поведения. Я обращалась в полицию, я снимала медицинские показания, то есть судмедэкспертизу. Административные дела, уже счета нет, уже уголовные дела пошли по 116 статье, это вот побои. Потом угрозы убийства были, то есть... Жизнь оказалась невыносимой, и вы решили уйти из дома? Да, ждать больше нечего было, просто да, это мне просто стало страшно за себя, за детей. Потому что человек, ну, просто, не знаю, ну, перестал себя контролировать. Да, и мы просто позвонили в кризисный центр и выехали из дома. Дядя самое необходимое, пока дома не было. Уже несколько лет скитаемся в силу того, что законодательно... Ну, вот мы как бы не защищены, в плане того, что у детей доля в квартире, мы эту квартиру продать не можем, а квартира придержит мне и детям. Вот, она куплена после уже развода. И мы вот ждем, пока этот суд закончится, пока тот суд закончится. То есть его никто посадить не может, как бы нет достаточных оснований для этого. А, Надежда, какая? Вот в чем может быть вам помощь? Мы переехали в другой город, мы уже развелись. Мы переехали в другой город, мы теперь скрываем свое местонахождение. И поэтому через суд мы добиться от него разрешения на продажу не можем. Поэтому мы ждем лишения родительских прав. ОПЕКА с нами согласна, то есть все уже согласны. Но вот в силу того, что там, тут подождает два месяца, там подождает шесть месяцев, пока ограничения там в родительских правах не закончатся. Пока, ну, в общем, очень долго все это, все процессы. То есть мы сейчас находимся в другом регионе. У нас нет здесь регистрации, нет детского садика, и поэтому я не могу выйти на работу. Ну, естественно, проживать я не могу, потому что издавать квартиру там не могу, потому что он выживает с жильцов, он их так тоже уколотит. Просто не создает условия невыносимые там стучиться в двери, ловиться, говорить всякую ерунду. Спасибо вам большое за вашу историю. Спасибо. Ну, вот таких историй много, да, действительно. Это, наверное, стандартная ситуация, с которой, к сожалению, обращаются к вам. Да, эти истории нередки. На самом деле, когда мы начинали эту деятельность, мы как раз рассчитывали на квартиру для женщин с детьми, жертв домашнего насилия. Но параллельно с тем, столкнулись с тем, что чуть больше историй, мы занимаемся также и противоабортной деятельностью. Девочек, которые стоят перед выбором, рожать ребенка или нет, в силу каких-то обстоятельств, особенно социальных, они не могут принять эти решения из страха, что они не смогут ребенка содержать, что им некуда его привезти, потому что с маленьким ребенком работать и арендовать жилье не представляется возможным. Поэтому здесь прошел немного перевес. Именно вот такие ситуации пошли как бы в топ, скажем так, предъявляемых. Второе – это жестокое обращение. И третье – ну, это какой-то форс-мажор. Нередко бывает, когда, например, семья, такая у нас была ситуация, и она очень благополучно закончилась, слава богу. Семья из далекого Улан-Удэ переехала жить в Ростов. Это семейная пара. И вот в силу обстоятельств мужчина оказался, единственный добытчик в семье оказался в местах лишения свободы. Когда арендная оплата за квартиру подошла к концу, женщина на последних месяцах беременности и с четырехлетним сыном оказалась на улице. То есть материальной поддержки у нее ниоткуда не было, она без родителей сирота, хотя она в возрасте 39 лет уже была, второй ребенок должен был появиться на свет. И ситуация, когда она абсолютно незапланированная оказалась в таких обстоятельствах, это вот еще один фактор, по которым люди попадают к нам. На квартире она родила, несколько месяцев с ребенком они продолжали жить, затем, благодаря жертвователям, благотворителям, очень много помогала православная молодежь юго-западного благочиния. После этого были куплены билеты, и она улетела на родину. Там у нее получилось оформить все детские льготы, ну то есть каким-то образом уже встать на ноги. Мы понимаем, да, что квартира — это временный вариант, временное жилье. Постоянно в ней находиться не получится. Есть ли определенный срок, в течение которого могут находиться, ограниченные? Да, на самом деле оптимальный срок — это три месяца. Это как раз тот срок, который позволяет и сделать документы, и устроиться на работу, и оформить ребенка в садик, пройти медицинское какое-то обследование. Но также, как я сказала ранее, что это может быть и один час, и один день, в зависимости от обстоятельств. Если, например, вот бывают такие просьбы, когда мать с ребенком, например, перелетая через Ростов в какое-то другое место, оказывается вот на 5 часов без крыши над головой, а это ребенок, например, маленький, и ей нужно в каком-то вот месте переждать. Так мы тоже можем принять, если есть на то какие-то необходимые причины, если есть в квартире место. И до полугода, потому что иногда это затягивается с документами. Если мы понимаем, что объективно это не зависит от бездействия мамы, то есть наши условия — это активное вовлечение мамы в работу. Мы делаем не вместо мамы, а вместе с мамой. Если мы видим, например, что наши рекомендации не выполняются, специалисты не посещаются, и по сути никак не меняется ситуация жизненная, то, конечно, мы пересматриваем программу реабилитации, либо, может быть, еще раз проговариваем план, чтобы посмотреть, что останавливает женщину. Если это просто нежелание менять что-то в жизни, в таком случае мы прощаемся. В нашем договоре существует такое предупреждение, что ее бездействие расценивается как невозможность получить помощь, которую мы предлагаем. Есть специальный договор, который подписывает? У нас есть договор, да. Мама заполняет анкету. Нам для того, чтобы семье помочь, необходимо полностью ситуацию ее изучить. То есть это и родственники. И опять же, в кризис семья приходит не в один день. То есть когда чаще всего это проблема с регистрацией, с документами, отсутствием работы, дети не оформлены в садик, понятное дело, что в какой-то момент это все началось. И у этого были какие-то причины. Например, если некоторые семьи асоциальные, где алкоголизация семейная, то здесь причина понятна, да, родители просто не в том состоянии, не находят в себе этих сил. С такими семьями, к сожалению, или к счастью, я не знаю, в этом проекте мы не работаем, потому что это другая квалификация. Здесь в Ростове существует объединение Ростов без наркотиков и аналогичные центры, которые могут помочь. Но это совсем не наша квалификация, и мы понимаем, что в этом случае, предложив помощь семье, с которой мы не справимся априори, мы лишаем помощи того, кому мы могли бы быть по-настоящему полезны. Поэтому мы работаем вот как раз с теми семьями, квалификация, которая позволяет нам гарантированно выйти на какой-то результат. Если вот вспомнить звоночек Марии Сергеевны, на какой результат здесь можно рассчитывать? Вот какой может быть хороший конец у этой истории? Да, но здесь мы очень тесно как бы сотрудничаем с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних города Ростова-на-Дону. Это как раз один из исполнителей нашего проекта с 2014 года также. То есть по факту это Ростовская-на-Донуепархия, государственные учреждения, Министерство труда и социального развития, Министерство здравоохранения и некоммерческие организации, благотворительные фонды. Не только мы, но и фонд «Я без мамы», фонд «Имени Николая Чудотворца», фонд «Анастасию Зарешительницы», которые помогают нам. В данном случае сейчас у нас только есть одна перспектива ждать, пока опека запустит этот механизм, и даже если он уже запущен, пока получит результат. Вот у Марина Сергеевны ситуация, когда именно ей нужно убежище. То есть на сегодняшний день она готова и работать, она готова и делать и одно, и другое. Как раз сейчас ей помогает аппарату полномоченному по правам ребенка Ростовской области по поводу устройства детей в садик, чтобы она могла выйти на работу и по факту может быть даже сама себе арендовать жилье. У нас нет задачи держать ее в такой пассивной форме. Но исход, на который я очень надеюсь, это продажа квартиры, где сейчас законодательно из-за отца детей не получается ее продать. Ну и свое помещение. И Марина Сергеевна на самом деле и трудится, и готова трудиться, и действует, и получает, и добивается. Валерий, минуты до конца эфира. В перспективе центр создать, да? Буквально в двух словах. Да, администрации города Ростова-на-Дону, благотворительному фонду «Мамины руки» выделено здание 500 квадратных метров, которое находится сейчас в стадии, оно нуждается в капитальном ремонте. Наша мечта – это создать такой центр, который мог бы объединять в себе порядка 10-12 семей проживания в них. Там же есть такое подсобное помещение, которое позволит организовать производство и позволит женщинам самих себя содержать, получать какие-то навыки. Вот сейчас это все на стадии договоренности, ремонта, мы нуждаемся вот в экспертизе и помощи в том, чтобы этот центр запустить, поставить на ноги. То есть нам нужен ремонт. Я думаю, много людей найдется, которые приобщатся к этому хорошему делу. Я благодарю вас за полезное интервью, благодарю вас за хорошее дело, за рассказ для тех, кому действительно нужна помощь. Далее интервью Кристины Олешко о фестивале «Наука» в открытом доступе. У микрофона была Инна Панфилова. Всего вам доброго. Большой информационный час. Весь этот год в Донской государственной публичной библиотеке...